100 гривен в час. Столько стоит общественная активность в городе Ривны. Там сегодня много шума наделала акция под непонятными лозунгами от требований легализировать добычу янтаря до перевыборов. Но самое интересное, как эта акция была организована. Все подробности в сюжете Инны Белецкой. Все началось вот с такого объявления в соцсети ВКонтакте. Правда ли это? Звоним по указанному номеру. Как и следовало ожидать, утром возле облгосадминистрации собираются молодежь, старшеклассники, студенты младших курсов, завсегда-то и ВКонтакте. В толпе люди с блокнотами. Спрашиваем у ребят, зачем пришли. Ответы разные, но не одного о янтаре. У этого парня патрульные заметили газовый баллончик. Его задерживают. Задержанный оказался несовершеннолетним. Его передали матери. Еще у двух молодых людей находят ножи и блокноты. В них списки участников около фамилий, пометки 200 и 400. А вот организатор. Этот человек хорошо известен в городе. Специализируется на проведении таких мероприятий. Раньше был членом ВОО «Свобода», потом правого сектора, откуда его исключили, теперь возглавляет Ривненскую областную организацию УНСО. Мы просто как люди собрались. Без организационных принципов. Это собрались по своим колам. Друзям, знакомым. Акция проходит вяло. Зовут главу облгосадминистрации. Владом, приглашайся! Владом, приглашайся! Почему пришли требовать легализации добычи янтаря к Ривненской облгосадминистрации, если сделать это может только Верховная Рада, участники акции не объяснили. Да и их требования стремительно менялись. Внезапно митингующие возжелали перевыборов. Все происходящее несколько человек транслируют в соцсети. Студенты задерживаются больше, чем на 4 часа. Сидят под палящим майским солнцем в ожидании то ли зрелищ, то ли оплаты. Полиция составила несколько админпротоколов. Фамилии школьников, которых застали на проплаченной акции, переписали. Их родителей вызовут в школы для беседы. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривны.